Добрый день, в эфире программа Мимонод. Это последний выпуск в этом году. И проведем мы его вместе с гостем, который мне очень интересен. Я бы представил его как музыканта, но мне кажется, что он больше, чем музыкант, потому что помимо умения сочинять и исполнять музыку, он владеет еще массой других навыков. Это Александр Цой. Привет. Привет. Первый вопрос. В принципе, наверное, раздражает, что в основном, представляя, делают акцент на то, что ты сын Виктора Цоя. Раздражает. То есть без этого не обходятся, скажем так. Раздражает, но я к этому стараюсь как-то философски относиться. Просто понимаю, что пока это лучший способ объяснить, что это за перец. Пока что. Я надеюсь, что когда-нибудь я дойду до того, что эта штука отвалится. Для меня, мне кажется, тогда вот это будет какой-то мой персональный триумф маленький, когда будет говорить просто Александр Цой. И все. Без Викторовича. Да, без Викторовича, без сына, без этой всей истории. Но пока, да, пока реальность такова, что как медийный персонаж я сын. Последняя запись в Фейсбуке посвящена винилу. Почему винил? Что за винил? Зачем? Да, это винил моего EP, то, что называется мини-альбом. У нас еще такую штуку называют из пяти песен, который вышел уже там больше года назад. Сейчас выйдет на виниле на петербургском лейбле Machine Records. Хорошие ребята, которые все очень клево сделают наверняка по качеству. Они сами мне предложили. Очень приятно, что в какой-то веке я как инди-музыкант сам не печатаю, не везу на своем горбу из Финляндии, в рюкзаке, ничего. Все делают за меня. Это такое новое для меня приятное впечатление. Да, на самом деле, еще недавно было сложно представить, что там для музыканта моего масштаба я пока все-таки довольно независимый и малоизвестный сравнительно. Что я смогу выпуститься на виниле, для меня это что-то невероятное, какое-то чудо, большой успех. Но сейчас рынок созрел до того, что я могу быть выпущенным тиражом 200 экземпляров, на красивом даже необычном черном диске он будет в таких белых разводах. То есть совсем все такое. Жизнь будет, он же уже есть, насколько я понимаю. Он будет напечатан. Нет, он еще не напечатан. Это то, что картинка, я ее нарисовал. А-а, от твоих талантов, кстати. Да, да. Мы пригодились навыки дизайнера и художника. Для того, чтобы начать предзаказы принимать, и они успешно принимаются уже, люди его уже заказывают. Сейчас он будет, видимо, весной, где-то к весне они начнут уже рассылаться. Рановато пиарим. Ну нет, как раз наоборот предзаказываете, значит, винил точно, значит, человек, который его делает, точно не пожалеет, что он его делает. В каком возрасте вообще пришло понимание, что стоит и осмысленно заниматься музыкой? Осмысленно заниматься музыкой? Ну, примерно тогда, когда я, наверное, и начал осмысленно заниматься, и когда я просто не смог больше не заниматься. Я начал писать альбом где-то пару лет назад. Может быть, два с половиной, начались первые потуги уже именно облечь это в проект. Мой, сольный, авторский, бла-бла-бла, что-то такое, где я один, значит, умывальников, начальник, начало командир, где я буду петь и играть, но потом все-таки вонятно стало, что не только я буду играть, но именно, что это будет мое, что это будет, я не буду гитаристом в другой группе, я не буду там кем-то еще, я буду это как свое что-то делать. А, ну, про проект, скажи, как проект называется? Про проект называется «Ронин», да, если кто-то кто-то, кто-то, кто-то не знает. Откуда название? Ну, мне кажется, что это крутое очень название, да, это типа самураи, которые потеряли своего сигуна, но мы даже в какой-то момент поспорили с гитаристом группы кино, с Юлием Каспаряном, потому что он, как выяснилось, еще до того, как все это было запущено, тоже имел на это название некоторые виды, кто из нас тут главный. Для своего сольного проекта? Ну, для какого-то там проекта, по-моему, для симфонического этого проекта, о нем мы потом поговорим, не для, в смысле, не для в целом проекта, а для названия именно релиза. Вот, и мы не с ним поспорили, кто из нас тут главный Ронин, и, конечно, оказалось, что он благородно уступил мне, как бы, ну, это полушуточная история, но она, да, имела место такая. Я так понимаю, что для Ронина прорывом было вот приглашение на эфир «Вечерний Урган», да, потому что сразу после этого как-то заговорили. Ну, конечно, Ургант хорошо толкает очень любую музыку, это классно сработало, но на самом деле, к моменту, когда мы туда пришли играть, у сингла первого уже было типа больше ста тысяч просмотров на Ютьюбе, и сейчас он тоже опережает, на самом деле, сам сингл опережает ургантовски всё ещё пока, может, потом это изменится, но пока Ургант ещё не перегнал просто лирик видео, то, что называется, там даже нет клипа, это, ну, я тоже, опять же, сам я, да, сел и наанимировал собственный текст вокруг таких штучек двигающихся. А вот приглашение к Урганту, оно было связано с тем, что ты являешься потребителем телевизионной операции, ты смотришь вообще Урганты или нет, или ты узнал об этом проекте, когда тебя туда пригласили? Нет, нет, я, ну, я же работал в Останкино, я встречал даже Иванова в коридорах, и мы удивлённо друг на друга смотрели, потому что мы примерно одного размера. Да, там редко можно подобрать человека, который бы с ним смотрелся в один роз, да, у тебя сколько, кстати, роз? У меня, типа, 198-196, в зависимости от времени суток, к вечеру поменьше немножечко. Усадка. А в Останкино ты что делал? Ну, я там работал редактором, автором документального кино, ну, в общем, в Останкино сложно работать с каким-то одним просто, да, там всё это делаешь. Ну, автор документального кино ты имеешь в виду вот этот проект про кино или нет? Я ещё делал к юбилею Андрея Макаревича, там для него про него какой-то полуфильм, полупередачу, и потом ещё была какая-то попытка сделать ещё про кого-то, но случился кризис, и документальное кино стало неактуально больше для эфира канала, что, в принципе, тоже можно понять. И как-то моя телекарьера на этом сошла на нет, пока в крайней мере. А с Макаревичем ты познакомился именно в период работы над этим фильмом, или вы раньше были знакомы? Нет, мы не знакомы были с Макаревичем, я с ним, да, ну, как я познакомился, я был для него назойливым телевизионным интервью. Не, ну, ладно, он знал, что ты Цой, он знал, что ты сын. Нет, по-моему, нет. Не знал на тот момент, да? Нет, нет, я никто не представлял в этом, я был просто одним из бригады, который задавал довольно тупые вопросы, наверное, по его мнению. Вопрос очень хороший, я их даже использовал в книге, позаимствовал всю эту расшифровку, потому что в фильм же вошло не всё, я целую главу сделал в книге, посвящённой к юбилею «Машины времени», ну, сославшись, естественно, на то, что мы же вместе тогда к Градскому близко. Нет, я имею в виду только фрагмент, на котором я присутствую, разговоры Градского о «Машине времени», то есть, где я как-то, в общем, там прислонился. А сам фильм тоже видел, и, в общем, эта работа крепкая. Жаль, что Макаревич не спросил, потому что про отца, естественно, спрашивал в этой же студии, он его назвал гениальным, потому что мне всегда, на самом деле, вот этот вот феномен хочется объяснению услышать от музыкантов. Как ты считаешь, «Машины времени», у них будет юбилей весной, 50 лет, это полностью история нашего поколения уже старпёров, или есть какой-то потенциал для того, чтобы рекрутировать молодняк? Мне кажется, что они в некотором роде, не знаю насчёт, как бы рекрутировать, они, мне кажется, тоже одним из таких уже вневременных артефактов отечественной музыки. Я когда, собственно, работал над этой передачей, много очень читал про них, прочитал все возможные биографии, автобиографии, все книжки, которые нашёл, и, может, наверное, не все, но многие. И мне понравилась мысль о том, идея о том, что на самом деле, наверное, они ответственны за рождение нашей вот этой рок-формулы русского рока, соединения роковой и западной традиции с нашей такой, как бы, песней, бардовской, не бардовской, но вот такой вот, как бы, русскоязычной песней, где много смысла в тексте. И в этом смысле, ну, как бы, это, конечно, в истории уже о них не отнять, да, как бы, я не буду сказать, что я очень, как бы, как ты, наверное, что я очень люблю эту группу, или в смысле, что я слушаю, там, дома или в наушниках, но некоторые песни, например, ну, как бы мне, там, типа, какого-нибудь костра, который с красивой мелодией, какие-то, может быть, не такие, не супер, не супер, с такой острой повесткой, скажем так, да, какие-то более религические, мне-то очень хорошо даже до сих пор ложатся на ухо, в этом отношении они, ну, конечно, крутые очень. Вот когда, конечно, Макареевича упоминаешь где-либо, то сразу всплывает вот этот контекст только политический, то есть, ну, это письма президенту, вот, всякие вот высказывания насчёт Крыма, музыканты, с которыми ты общаешься из группы кино, у вас же, вот, ну, есть совместный проект, о котором я сейчас поговорю подробно. Как-то вообще вы в этой теме, или это вы существуете в параллельном пространстве, то есть, политика сама по себе, или эти темы иногда затрагиваются и обсуждаются? Конечно, затрагиваются, конечно, обсуждаются, проект это, в принципе, я думаю, уже не секретный для кого он, ну, там, ездил играть в Крым, ну, потому что на самом деле... Это мы говорим про... Вот, недавно уже. Да, про какой проект? Про симфоническое кино мы говорим, да. Симфокино. Симфокино, я как человек в контексте, начинаю рассказывать, что-то не задумываясь. Да-да-да, нет, всё правильно, поэтому моя задача, да, дизализировать. Проект, который исполняет музыку группы кино Виктора Цоя с оркестром. То есть, на Украину вы не въездны? Нет, нет, к сожалению, нет, но мы же, как артисты, люди такие, нас позвали, мы поехали, да, отказываться от концерта, потому что почему-то, ну, как бы, тоже для нас... А не то, что вы поехали в Крым, потому что Крым наш, вы поехали просто туда, куда вы ждали. Да, конечно же, да. И, ну, у нас все очень такие, как сказать, наверное, довольно вдумчивые и сомневающиеся участники коллектива, и никакой супер-жёсткой единой позиции, поэтому, мне кажется, ни у кого нет. Все все время как-то с разных сторон пытаются на все эти политические пертурбации смотреть, вот с этой стороны эта херня, можно говорить херня на радио. Да, даже президент у нас сказал эту херня в своём последнем этом обращении, то есть на прессухе, так что вполне авторизованно. Вот, с этой стороны это как бы не круто, это херня, с этой стороны можно всё понять, как бы, почему, какие причины, какими были причинами обусловлены, аннексия, не аннексия, законно-незаконно, правильно-неправильно, а что люди, а как людям, а людям может быть тоже хорошо, или людям плохо. В общем, это всегда горячий предмет для обсуждения, никак нет у нас, мы не политизированы с такой зрения, что у нас нет позиции никакой ярко выраженной. Про симфикино поподробнее, если я правильно понимаю, это проект, в общем, Каспаряна, он стоял у истоков. Каспаряна и Игорь Вдовин, композитор, известный композитор. Поподробнее расскажи, для тех людей, которые вообще там не... История создания там какая-то довольно прозаичная, Игорю Вдовину, композитору заказали какие-то симфонические коротенькие увертюрки, такие вставки для какого-то очередного фестиваля имени Виктор Цоя и кино, просто для того, чтобы они на пересменках между группами играли. И так классно получилось, что он решил позвать Каспаряна, с которым они дружат, и сделать из этого полноценную программу, чтобы Каспарян солировал на гитаре и играл все те самые, значит, свои потрясающие партии, а ему аккомпанировал большой симфонический оркестр. Ну и получилось, правда, круто, я когда его слушал первый раз, я тоже немножко офигел, потому что казалось, что там в этой музыке столько музыки, да, столько... Это вроде как слышно, но когда в оркестре это слушаешь, ну и Игорь очень хороший композитор еще, слава богу, он у нас, поэтому он всякие нюансы как-то... Ну как композитор он работает в качестве аранжировщика все-таки. Да, он делает оркестровки, он там, конечно, много чего где бывает додумывает, какие-то ритмические, мелодические ходы, но в целом это музыка Виктора Цоя, конечно, и группа кино, то, что называется, которые просто вот красиво очень разложены там на 45, 50, 55 музыкальных инструментов, которые все вместе при помощи басиста-барабанщика и солирующего электрогитариста исполняют этот материал. Без вокала надо отметить, что это проект без... чем он мне очень нравится, что там нет никакого ряженого вокалиста, который пытается петь этим голосом, это проект про музыку, и этим он прекрасен, я считаю. Но кто еще, кого еще можно отметить, назвать по именам, кроме тех двух... Можно отметить еще, передать привет нашему басисту и барабанщику, это Виктор Савич и Олег Шунцов, наш дирижер, конечно же, постоянный Антон Шабуров, в общем, великий, я считаю, совершенно дирижер, потрясающий совершенно профессионал человек. И, ну не знаю, Андрей Алякринский, наш звукорежиссер, тоже привет. Ты чем в проекте занимаешься? Я в проекте делаю видеоарт. Это такая хрень, которой очень сложно объяснить, что это. Я испытываю по этому поводу постоянные проблемы. Вот я тебе представил, что не как только музыканты, потому что я вот про эти твои таланты тоже хотел бы... Это такой, как бы, да, это такой анимированный задник, как бы, анимированный, так как графическое, такая, как бы, анимированная такая полуабстрактная, полунеабстрактная такая штука, которая происходит на экране за оркестром играющим. Потому что, ну, оркестр и довольно статическая история, никто не прыгает по сцене, довольно все камерно там происходит, все сидят, Каспарян стоит на одном месте красиво, и все в стукья. И для того, чтобы сделать шоу, ярко мигающий свет, стробоскопы и лучи с оркестром смотрятся тоже немножко странно, да, ну, так как бы не совсем уместно. Поэтому у проекта была такая идея еще до моего появления, что это должно быть видео. Но не могли найти человека, который, человека, который это видео классно сделает, какое-то по духу подходящее видео. Пока не попробовали меня. Ну, ты сам предложил свои услуги? Нет, позвонил Каспарян, сказал, слушай, сделай, пожалуйста, чего-то вот нам надо, никто не может нормально сделать. А группу крови, он дал очень хорошее задание, возьми, говорит, обложку группу крови и сделай из нее видео. Движение, да. Все, как бы на этом все, у меня больше не было вводных, и я сел слегка в замешательстве, как из, ну, типа из, значит, этого квадратного, там, ну, красивого, это супрематическая такая обложка, как из него сделать, сколько там, четыре минуты. Да, это на самом деле нетривиальная задача. Но я просто ограничивал себя, что будут только те, конечно, прямоугольнички и кружочки, которые есть на обложке, как они могут двигаться, пропадать и появляться, чтобы, чтобы получилась крутая анимация. Всем так понравилось, что я тут же напросился в качестве постоянного гастролирующего участника, езжу с ними, запускаю, значит, свои файлы с пульта. Где были по гастролюм, какие маршруты? Я участвую в проекте сколько-то уже, типа, двух лет, и мы за это время, ну, мы много ездим в России преимущественно, я сейчас не перечислю все города, а вот Дальнего Востока и Сибирь, и как-то мы не очень много, что-то на Урале, но не очень много там были вокруг Питера и Москвы. Казахстан нас очень любит, еще были в Таллине, в Минске. Ну, в общем, такая стандартная, наверное, более или менее стандартная программа для, все-таки, скажем так, такого, в первую очередь, наверное, постсоветского возможностелю интересного проекта. То есть за границу вы вообще не выезжали, если мы очень хотим, но очень сложно, мы сами по себе не очень дешевые, и вкупе с стоимостью оркестра получается уже, ну, практически, наверное, не вентабельно. Пока не нашелся организатор, который бы смог вот эту всю историю склеить. У нас большая команда, которая едет, а, вот еще наш техник Коля Тарасов, я забыл передать привет Коле. Большая команда, которая едет, и плюс нужен оркестр на месте, плюс довольно сложный райдер, ну, потому что нужно подзвучить оркестр так, чтобы это все классно заиграло и зазвучало. Сложно и в каком смысле? Именно в техническом? Ну, там, типа, 60 микрофонов, и вот это все, да, как бы, цифровой пульт, соответствующий зал, невозможно, мы не можем играть в клубе, потому что нужна просто элементарно большая сцена, где может сесть оркестр хотя бы из 45 человек. Экран тоже, как бы, это тоже отдельная строчка, и, в общем, пока, если найдется организатор, который там сделает какую-нибудь Германию или что-нибудь, Штаты, какую-нибудь Азию. А ищите, кто вот занимается продюсированием в целом? Ну, у нас сейчас, сейчас мы, как бы, инди-проект практически получается, у нас есть директор, ее зовут Женя Гаврина, и можно написать, у нее на сайте есть ее адрес. На сайте чего? На сайте проекта, да, его можно найти, ну, на сайте проекта, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, везде его можно найти и написать, поинтересоваться условиями и с ней попробовать договориться, это проблема. Знаешь, меня очень удивило, когда вот была идея у меня поехать, мне просто Корею хочется посмотреть, Северную. Я тоже, если очень хочу, я тоже еще не был. Ты же отказался тогда как-то. Северную-то? Да. Я хотел посмотреть Южную. Северную, я как-то беспокоюсь, что я где-нибудь что-нибудь не то скажу или сделаю, и все, и до свидания. А, вот в этом смысле, да. Но ты вот этнические вот эти факторы как-то учитываешь, что ты вот, ну, в тебе корейская кровь, или ты вот этого в себе не, как бы, не ощущаешь? Ну, вот надо, наверное, поехать и посмотреть, конечно, так сложно сказать. Я немножко общаюсь с корейской стороной своей семьи, и они меня, в принципе… Ну, это кто? Ну, дедушка и его братья, на самом деле. Да, и двоюродные дедушки, да, как это называется, да? Ну, видимо, да, наверное, да. Да, наверное, получается, что двоюродные дедушки, да. Ну, там такая небольшая, как бы, диаспора, наверное, можно так это назвать. Вот мы недавно, на самом деле, только установили контакт, и они меня неплохо принимают. Насколько мы с ними там сильно похожи? Ну, вообще кажется, что не очень, конечно, потому что я, конечно, совершенно из другого контекста, с другой среды, по-другому выгляжу, они всё-таки такие очень, ну, консервативные азиатские такие мужчины, да. Но при этом они тоже уже русские и корейцы, на самом деле, конечно. А мы когда про Останкина говорили, я вспомнил, ты же участвовал, да, в работе над этим фильмом, где Атаман прозвучил. Что и кино, как это называется, да, конечно. Ты был там в каком качестве? Ну, я там как раз делал всё одновременно. Я был как бы автор идеи, герой, какой-то участник, сложноопределимый участник монтажа, который подсказывал, помогал, как-то участвовал. Помогал, значит, композиторам музыки меня нельзя назвать, потому что, опять же, это музыка кино, просто я помогал её аранжировать и сыграть. И арт-директор, это тоже громко сказано, но я участвовал, я не сам рисовал графику, а руководил человеком, который, хотя нет, часть графика я сам рисовал, там, какие-то мультиэкраны, полеэкраны. И руководил человеком, который рисовал, там, такая комиксная часть была, которая покрывала те моменты истории, которые нельзя было уже снять, потому что они были уже в прошлом. И я, да, руководил человеком, который рисовал графику. Ты только участвовал в подготовке продукта, или ты потом, как зритель, его отсмотрел? Отсмотрел, конечно, мы сюда, у нас даже было, как это, в момент эфира мы как раз только-только вышли из телецентра, перешли через дорогу, там, в ресторан, попросили включить. Я помню, да. Да-да-да. Нет, но я потом даже пересматривал ещё на следующее утро. Всё-таки не одно и то же, когда в компании выпивающей ты смотришь на экране, или когда ты садишься, как зритель на диване, смотришь отдельно, слушаешь все реплики, смотришь картинку. Мне кажется, это от контекста зависит из приятия продукта. Поэтому тот-то просмотр я помню, я имел виду, смотрел, и потом это как бы просто такой ординарный зритель. Я даже проснулся буквально следующее утром и пересмотрел его с женой, потому что, на самом деле, она ничего не поняла, естественно, на просмотре в ресторане, ей было любопытно, и мы уже тут же на Ютьюбе его поглядели. Ну и как бы там сразу же стало понятно, когда эйфория нутка прошла, что какие-то, конечно… То есть, не самый лучший фильм на свете. Не самый лучший фильм на свете, но это самый лучший фильм о кино. Наверное, да, это самый лучший фильм о кино, потому что, на самом деле, это единственный фильм о кино, в котором есть кино, мне кажется, в полном составе. Да, да, ржущие за столом, которые, как-то не стесняясь камеры, какие-то настоящие истории честно от себя рассказывают. По-моему, такого больше никому не удалось. В этом отношении, конечно, если кто-то хотел посмотреть именно на группу кино в том виде, в котором она была на тот момент, других вариантов не было. Она в таком виде, к сожалению, уже не будет. Да, да. Ну это да, к счастью это было, потому что, да, к сожалению, это, наверное, последняя была нормальная, приличная съёмка Георгия Гурьянова. Да, вообще последняя, по-моему. Да, ну, наверное, да. Фронологически он же умер достаточно скоро после этого, а, в общем-то, сниматься он не любил. Он не любил, да. Как ты знаешь. Про жену ты упомянул, расскажи, если это не является закрытой темой, как у Рамзана Кадырова. Кто-кто это, что это соратник или это просто жена? Жена была, на самом деле, другая. Я помню, тут твоя жена, я помню, у нас прямой эфир на телевидении был, да. Сейчас другая жена уже, жена-соратник, ну и она, на самом деле, просит меня не слишком по ней распространяться. Всё, тогда, как у Рамзана Кадырова. Да, по всей видимости, вот недавно ещё она играла в театре, который можно было бы упомянуть, но сейчас она, видимо, уже не продолжает там карьеру, поэтому упоминать нечего. Мы поговорили про фильмы, про документалку о группе Кино, про книжки. Да. Ты знаком с Холгином? Да, да, конечно, да. Как ты относишься вообще? Сколько у него, 5 или 6 уже книг? Я немножко потерял, потерял, конечно, уже, так сказать. Я уже не слежу за всеми. Мне очень понравилось это. Я и читал ещё такую грубую рукопись этой книжки, которая называется «Герои современного мифа», где просто собраны… Это тоже Калги. Да, да. И он как составитель там выступал с небольшим количеством авторского текста, где он собрал об одних и тех же событиях вот эти вот кучу мнений участников из разных интервью, да, и там как-то кайф в том, что постепенно из них собирается какая-то картинка, ты читаешь и начинаешь, а, этому я не очень доверяю, а этому как-то больше доверяю. Какое-то появляется понимание, кто тебе больше нравится как источник, и появляется, ну, там никакой объективности, конечно, речь не идёт, но это лучше, наверное, чем какая-то просто чья-то одна точка зрения какого-то биографа. Ты прочитал все книги? Нет, нет. Ну, хотя бы одну ты прочитал, вот эту. Я прочитал вот эту, вот эту, да. А, то есть вот из серии Жизелл книгу ты Виктор Цойни прочитал? Нет, ещё нет, она у меня где-то, по-моему, болтается, вот, а что-то более позднее мне он даже не отдал ещё, он сказал, я это тут у меня надо, и не дал мне экземпляр, поэтому, в общем, я её не прочитал. А вот, конечно, очень любопытно, что я когда работал над книгами о Владиславе Листьеве, мне говорят, что там надо поговорить обязательно с детьми, при том, что дочь его видела там только-только на экране, то есть она с ним вообще, Валерия не была знакома. К тебе обращались как-нибудь, как к свидетелю событий, как к мальчику, который помнил отца? Да, или тебя в этом смысле щадили, то есть не спрашивали что-то о Цойни, об отношении к Цойни, а вот чисто вот репортажно, помнишь ли ты что-то? Ну, меня спрашивают об этом периодически журналисты, и Калгин, по-моему, хотел бы, чтобы я что-то написал тоже какую-то, ну, небольшую какую-то часть для книжки, но я, у меня этих воспоминаний, честно говоря, настолько там, как бы, вот такое количество, и я совершенно никакого не испытываю желания с кем-то делиться, это для меня, да, как бы их очень мало, я был очень мелкий, очень мало помню, и рассказывать там нечего, это такое мое сокровенное. Как ты относишься к этому буму сейчас пошел с продажей всяких артефактов, там, по-моему, паспорт за сколько-то миллионов купили, знак машины, на которой разбился отец, ты вообще за этим следишь, или это как-то вот мимо? Ну, я как бы, ну, как бы после паспорта уже стало не так, интересно, потому что как-то уже новизна в этом пропала, уже стало, сейчас все будут, все, что найдут, как бы продавать, про паспорт, у меня это видится так, тебе пришел друг, когда-то там это происходило, по рассказу этого человека, который его продавал, к тебе пришел друг, и что-то у тебя случайно забыл или оставил, какую-то тетрадку и паспорт, ну, так получилось, бывает, в принципе. И потом прошло время, и он трагически погиб, став известным в процессе очень. От легенды, да. И ты через какое-то время нашел у этого друга какие-то вещи, ну, какая мысль у нормального приличного человека, ну, конечно, продать, загоню, что еще может прийти в голову? Я вот так это воспринимаю, мне кажется, что это, ну, как бы, ну, как бы, вот, как только нецензурным словом можно описать, такое просто решение, мне бы не пришло в голову, при том, что у этого человека, не то чтобы я очень хочу этот паспорт поиметь, он мог его оставить себе, я бы это тоже мог понять, ну, сувенир, да, как бы, но продать, мне кажется, это какое-то потрясающее совершенно решение, да, ну, просто удивительно даже, как это, как это пришло человеку в голову. Ну, вот ты умерла период, когда ты был мелким, мелкий Саш Цой, что слушал, чем занимался? Я слушал очень много всего, что слушали нормальные, на самом деле, мелкие. Ну, ровесники твои, да? Мои ровесники. Ну, ты никогда не отличался, то есть, вот, мейнстрим ты воспринимал всегда? Мейнстрим я нормально воспринимал, помню, что я жил на даче, у меня была там какой-то кассета группы «Сплин», где была эта песня про орбит без сахара, под какой-то, нет, у меня, конечно, был, наверное, шире кругозор, потому что просто за счёт среды, за счёт родителей, за счёт того, что у меня там, в отличие от «Сверстников» была дома, была дома видик, и видеокассета с Дэвидом Боуи и с «Принцем», и я смотрел их обе на репите друг за другом, и совершенно как бы не мог отвести глаз, и поэтому, да, у меня помимо «Сплина» там в соответствующем этому, значит, альбому возрасте на даче был ещё какой-то там «Витлз» и «Квин» и что-то такое, и потом, да, я иногда приходил к маме и говорю, мама, а что-то вот мне Кис и Мэрлин Мэнсон и Рамштайн уже надоели, а что ещё ты мне можешь посоветовать? А, то есть, ты с мамой советовался? Да, она говорит, ну пойди послушай, и вот есть такая группа «Дэкаут», я шёл к метро, в ларёк, были эти ларьки, в которых были бесконечные стопки компакт-дисков, говорю, а здесь у вас «Дэкаут», они, да, пожалуйста, я шёл, и о, круто, и потом, значит, месяц, все ненавидели меня за этот «Дэкаут», потому что, ну, естественно, всё, любое новое, что-то, что нравилось, что находилось, слушалось на репите в херовом магнитофоне, и всех очень раздражало звуком и, ну, и просто репитом, наверное, в семье. А вот уже, наверное, были же какие-то разговоры, они же, мне кажется, в очень юном возрасте начинают, что я стану там кем-то, кем ты планировал стать. Вот в тот момент, когда ты слушал «Дэкаут» и «Сплин», то есть, кем ты себя видел в перспективе? Я был, на самом деле, мне кажется, по этому поводу в каком-то замешательстве, то есть, если у каких-то ребят бывают готовые какие-то ответы на этот вопрос, то я не очень представлял. Мне, в принципе, всегда нравился человек с гитарой вот этот на сцене. Ага, а, то есть, всё-таки про шоу-шоу? Как-то, я не то чтобы примерял это на себя, просто мне, ну, как-то, как это было, ну, наверное, это было нормально, в ситуации, в которой я рос. Мне просто сказали, что это круто. Круто, татуировки, гитара, скакать в узких штанах, там, или что-то такое. И, но при этом, да, я не то чтобы, мне как-то, у меня не было каких-то особых при этом иллюзий по этому поводу, наверное, на этот счёт. Я видел, что это такие же люди, у них такая же какая-то фигня в жизни происходит, проблемы, есть деньги, нет денег, есть концерты, нет концертов, там, что-то нога болит, нога не болит, хочется есть, не хочется есть. Поэтому мне не казалось, что это какой-то, что это отдельный специальный какой-то мир для сверхлюдей, просто, ну, как бы, ну, такая работа ещё есть, она такая, немножечко странная. Татуировки, упомянутые. Так она первая была набита, и где, и что, и что именно? Я очень, очень сильно хотел, очень рано, но дисциплинарно себе сам поставил рубеж в 20 лет, если в 20 годах, типа, не остыну, то сделаю, и сделал на правом плече такую, значит, ну, слава богу, художественную композицию, никакую там, ни надпись, ни вот это всё, но довольно неудачную, у начинающего мастера, знакомого зато, вот, и потом всё это перебивал, на самом деле, улучшал, как-то добивал, и до сих пор не могу остановиться, на самом деле, видимо, буду продолжать. Для меня это, да, для меня всё ещё это круто, и на самом деле, не всеми своими татуировками я очень доволен, наверное, потому что для меня, на самом деле, сам факт, наверное, был всегда чуть, может быть, даже важнее, ну, как бы, сюжет или качество, мне просто хочется, чтобы их было и побольше, да, как бы, потом уже, ну, типа, а, что же там должно быть нарисовано? Да, дача, про которую мы говорили, это под Питером? Да, Соснова была дача у нас. Ты переехал в Москву, очень многие твои, как это называется, которые не сограждане, а не сограждане, а кто живёт в городе… Как бы, сапетербуржцы? Да, согрожане, вот, особенно из музыкальной среды, уже не говоря, они такие, прям, вот, патриоты города, они говорят, что Москва – это жирная, купеческая такая история, что Питер – это, там, свобода духа и прочее, ты не являешься, да, фанатом города, в котором ты был рождён? У меня к этому не такое прямолинейное отношение, мне нравится Питер, на самом деле. Но ты чувствуешь разницу энергетикой? Да, конечно, конечно. Ну, как ты можешь описать Питер и Москву в своих каких-то ощущениях, как ты их видишь и чувствуешь? У меня, наверное, всё-таки очень личностное такое к этому отношение. Со мной, не то чтобы лично со мной, но у меня такая тяжёлая история жизненная, связанная с Питером, да, там, как бы, ну, типа, я практически всю свою семью похоронил, да, как бы, на данный момент, и Питер был фоном для всего для этого. Питер сам по себе город, ну, как бы, даже любители Большие Питеры признают, что он бывает довольно депрессивным, он такой тяжёлым, может быть, довольно-таки. И поэтому мне сложно просто отлепить отношение к городу от моего личного восприятия. Для меня в Питере просто за каждым углом какое-то воспоминание, которое может быть одновременно и классным, и при этом трагическим, да, и поэтому мне там дополнительно тяжело из этой точки зрения, да, как бы, а в Москве, Москва для меня всё-таки в значительной большей степени, я там, тут тоже немножко жил в довольно юном возрасте, в подростковом, там, годик или чуть меньше, но всё-таки для меня Москва это такой, как бы, чистый лист, который я сам для себя, как бы, заполняю чем-то, какой-то своей историей, где мне не приходится, как бы, бороться с лишними вот этими неприятными, какими-то влияющими факторами в виде, там, ой, а мы тут там с мамой, или мы тут с бабушкой, или там ещё с кем-то мы тут, значит, куда-то шли, или что-то такое делали, что, конечно, ну, как бы, не идёт на пользу моему настроению, продуктивности вот этим всем вещам. Я правильно понимаю, что ты сторонник климатической миграции, что зимы российские ты предпочитаешь проводить на южных морях. Да, я, конечно, ну, мне кажется, что зима в Москве приемлема только, когда есть чем заняться, когда прямо есть какой-то супер-пупер проект, я проектный всё-таки специалист, я не на постоянной основе работающий, а там гастролирующий или проектный какой-то профессионал, и поэтому, когда мне есть чем заняться, мне, в принципе, всё равно, какая там за окном погода, я могу с удовольствием и на сноуборде съездить покататься, но вот поскольку у нашего проекта гастролирующего и вообще, в принципе, почти у всех январь это такое мёртвое совершенно пятно, и сидеть просто и ничего не делать в Москве весь январь, это для меня выглядит, ну, как бы, как очень, да, непривлекательная перспектива. Поэтому, да, поэтому я еду в тёплые страны, я не буду говорить, куда, потому что даже там меня уже, я в прошлом году прилетел в своё любимое место, и ко мне тут же подошёл, человек сказал, о, сын Цоя, я говорю, ну, даже здесь, даже здесь. С этого мы начали, с этим придётся жить, я думаю. Даже здесь, я говорю, как бы они никуда не деться от этого. Есть вот люди разного странного восприятия, есть люди, у которых знакомы то, что называется ностальгия, которые несколько месяцев находятся вне России, и их прям вот, ну, они начинают болеть. А есть люди, которые, ну, я не знаю, можно ли их назвать космополитами, но которые очень адаптивные, то есть для них вот и среда в языковом смысле и в там каком-то архитектурном, климатическом на них не давляет. Ты к какому принадлежишь, типа? То есть ты легко адаптируешься в любом. А ко второму. То есть ты вот прям вот не чувствуешь, что вот здесь, здесь твоё место. То есть ты мог бы жить, на самом деле, в любой стране, где тебе было бы что делать. Если бы у тебя было интересное дело, ты мог бы жить в любой стране. Нет, мне кажется, что жить бы всё-таки я хотел здесь. У меня по этому поводу были всякие иллюзии. Раньше я думал, может быть, эмигрировать или что-то такое. Если эмигрировать, то куда? Я думал про какую-то Европу, Скандинавию, ну, где всё очень, типа, очень уважают личное пространство. Но меня на самом деле, мне кажется, привлекала вот эта тема, что я там перестану быть сыном Виктор Цоя, вообще перестану быть кем-то, просто чуваком, просто я могу прийти в Бургер Кинг и устроиться туда мыть полы, и мне никто не будет спрашивать, а зачем тебе это? Зачем ты работаешь? А тебе надо работать? Ну, как вот это вот, никакой контакт с миром в России для меня почти никакой, он почти никогда не анонимный, никогда не никто. К врачу бы я пришёл, на работу устраиваться, в любое место к проводнику с паспортом подошёл, где чуть-чуть больше, чем с продавцом в магазине, я всегда уже кто-то для этого человека, у него вокруг меня уже есть какие-то ожидания и представления обо мне. Я хотел от этого, конечно, сбежать, но сейчас я отлично понимаю, что на самом деле всё-таки контекст, культура, люди, которые всё-таки смотрели именно ту версию Винни-Пуха в детстве, что и я, и вот это всё, от этого на самом деле никуда не деться, поэтому жить я бы хотел здесь, но при этом я не испытываю проблем, чтобы несколько месяцев пробыть в другой стране, я не скучаю по оливье, чёрному хлебу и вараной колбасе, с удовольствием ем или азиатскую, или какую-нибудь скандинавскую, или какую угодно другую кухню, и совершенно не обламываюсь. А ты начинаешь другую музыку слушать, когда меняешь географический пояс, или на это это не распространяется? То есть ты не сторонник идеи, что надо аутентичные музыкальные продукты воспринимать, то есть если ты приезжаешь, я не знаю, в Персию, то надо иранскую музыку слушать, если приезжаешь в Швецию, то надо слушать, что там варяги сочиняли в своё время. Ну если я где-то долго, много провожу времени, я, как правило, начинаю ходить на какие-то мероприятия местные, они так или иначе, как правило, окрашены, ну то есть я не хожу там на, ну нет, пока что-то бывает на мировых звёзд, или каких-то там ещё, но обычно это всё-таки какие-то артисты, которые либо местные, либо очень местным интересны в местном контексте, да, как бы местным слушателям, и поэтому, конечно, я потребляю, поэтому я слушаю что-то обусловленное местом, но при этом я, в принципе, наверное, не слишком много музыки слушаю, я слушаю такую очень успокоительную всякую, у меня есть такие альбомы, я их не очень много открываю по альбому в месяц, которые просто для меня очень комфортные. Ну это фоновая какая-то история имеется уже? Скорее фоновая, да, скорее фоновая, хотя иногда я могу поставить такую же музыку и послушать её вдумчиво, но для меня музыка это такая история про какой-то, ну такой happy place, про какое-то комфортное место, где мне спокойно, вот это больше про это. Не должен быть тогда потребителем такой рок-музыки, ты упоминал Рамштайн, который ты слушал в детстве. В детстве, да. Там, в общем, не расслабишься под эти звуки. Нет, нет, ну это за рулём хорошо, наверное, или когда куда-нибудь, хотя я почти перестал слушать музыку на ходу. Почему? Не знаю, почему-то как-то просто вот, я раньше всё время шёл куда-то в плейере, а сейчас почти никогда не надеваю, очень редко, иногда хочется тоже, когда наоборот, скорее успокоиться немножечко. А как ты сочиняешь? Ты сочиняешь как ремесленник или тебя вдохновление посещает? Вот я как раз, меня очень много спрашивают в социальных сетях, когда новое, когда новое, и пока фигус в том, что я сознательно не выдавливаю, ничего вообще не делаю практически специально, вот я над новым материалом специально не работал пока практически вообще, только то, что само происходит, а его уже произошло почти на альбом или уже может на альбом, надо сесть и посчитать эти заготовки, так что пока чистое вдохновение. Хорошо, но то, что уже случилось сочинить, это сочинялось потому, что ты не мог не фиксировать какие-то образы или потому, что ты понимал, что у тебя есть время и есть в общем-то такой социальный заказ на изготовление какого-то продукта, ты сел и что-то сочинил. Как это вот происходит у тебя? Если бы я, на самом деле, если бы я, наверное, мог этим не заниматься, я бы не занимался, потому что это ужасная для меня контекстуальная, ужасная история заниматься музыкой, самому петь и по собственным именям что-то представлять, столько приходится говна терпеть, столько сравнений, я после выпуска... Хранение с отцом опять же, да? Да, да, я столько раз зарекался и хотел все бросить и больше никогда не продолжать после выпуска первого этого, ну потому что невозможно, ну отстаньте уже от меня, хочется сказать все. Просто, ну это, я просто, вот это не потому, что я хочу приблизиться или не хочу, не потому что я, значит, претендую на какую-то монетизацию фамилии, просто я не могу это не делать, я делаю это, потому что, если бы я мог не делать, я бы не делал это. Для меня это некомфортная ситуация этим заниматься, я не люблю публичность, я не люблю на самом деле... Я знаю, правильно. Не люблю всю эту публичность и историю, связанную, которую необходимо делать, введение социальных сетей для меня тоже отдельная обязанность, да, как бы ничего из этого меня не привлекает на самом деле очень сильно, но просто если я хочу заниматься музыкой, и так получается, что это все части этой, как бы, части этой, ну как бы, этой сферы деятельности, да, этой всей музыкальной истории. Были у тебя в жизни связанные с творчеством, с рабочими моментами предложения, от которых ты отказался и теперь жалеешь? Мне часто предлагают разнообразные там выступления, где-то спеть, что-то сыграть. Вот, в смысле, под брендом Ronin. Под брендом Ronin и как-то в каком-то виде там соль, на каком-то телепроекте неоднократно чаще всего, без сожалений, хотя по поводу Ronin я немножечко, может быть, был бы, может быть, и рад, если бы я был чуть более как бы собран и относился к этому уже чуть больше как к работе, потому что, ну, откровенно говоря, там на той же волне Урганта, если бы я собрался, может быть, и сел бы, и как профессионал что-то подготовил. После эфира, да? Да, подготовил какую-то программу и согласился на какие-то предложения куда-то поехать и поиграть, я бы уже, у меня была на руках гастролирующая, живая как бы работающая группа, но я занял вот эту позицию, что это пока, я не хочу превращать это в работу раньше времени, не хочу, чтобы появлялись обязательства, потому что как только ты согласишься, сразу уже будут даты, к которым нужно что-то сделать, репетиции, поблизости, выходы, общения, интервью, эфиры и вся эта история, да, как бы я и оттягиваю этот момент пока, но, видимо, не миновать. Я желаю, чтобы у тебя просто сложилось в наступающем году так, как ты хочешь, всё сложилось, поздравляю с наступающим Новым годом, это последний выпуск программы Мимо Нот, у нас в гостях был больше, чем музыкант Александр Цой, всего хорошего, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok